Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы обсудим текст, который называется Доксология. А этот текст помещен в третью октограмму, и это четвертый текст данной октограммы. Один из важнейших текстов, который я когда-либо писал, он посвящен проблеме мнений. Только мнений причем. Доксология получается это некоторое учение о мнении. Самое главное учение, которое человечество должно было создать уже давно, но люди по природе своей только и способны, чтобы подчиняться мнениям. Данное высказывание является догматическим, к нему следует... ну, я к нему отношусь скептически непосредственно. Но как определенная риторика, пусть оно здесь будет. Как следствие, никакой философской доксологии создано не было. Были разного рода воспроизвести чужие мнения. Например, Аристотель воспроизвел точки зрения почти всех известных нам греческих мыслителей до самого Аристотеля. Ну, самых известных, даже так скажем. То же сделали буддисты и джайны. Они изложили взгляды своих предшественников и современников. Это называется доксография. И доксография чаще всего подразумевает, в том числе, искажение информации. Когда человек, имеющий предрассудки, трактует чужие мнения, чаще всего он трактует их неправильно. Уже сейчас многие исследователи обвиняют Аристотеля в том, что он не до конца, правильно, понял учение пифагорейцев или, например, учение Анаксагора. Многое исказил, чтобы это было удобнее ему критиковать. Причем надо понимать, что тексты Аристотеля тоже написаны довольно странным образом. Это, скорее всего, тексты надиктованные. Ну, в смысле, надиктованные во время его лекций, его походов, непосредственно уходящие, перепатетики, да, эти самые известные. То есть не факт, что он их сам все написал так или иначе. Но, ну, вот такой стрим, стрим был, древнегреческий стрим в саду, в парке где-нибудь. Шли по саду, рассуждали об этом тоже, да, такой аристотелевский стрим в древности. И вот, в общем-то, и сам Аристотель, и буддисты, и джайны, в их текстах мы находим непосредственно большие проблемы с трактовкой позиций оппонентов. И если буддисты оскорбляют своих оппонентов, называют их скользкими угрями, то есть там есть прямые оскорбления. Аристотель более хитр, но, конечно, все в итоге сводится к тому, что его оппоненты, его, в общем-то, предшественники по философии выражали абсурдные мнения. И слово абсурд там встречается, ну, чуть ли не в каждой главе, в которой ведется вот такое вот обсуждение той или иной позиции. Доксография в этом смысле не очень эффективна. Даже очень хорошая научная доксография, которая пытается смотреть со стороны научения, она не пытается его понять. Нужны какие-то формулы, формулировки, какие-то даты, личности, персонали. Это все тоже, это часть доксологии была, ну, я считаю, это частью доксологии. Но этого мало. Мало просто взять и воспроизвести какую-то позицию. А мало просто взять и описать христианский дискурс, чтобы его понять. Его нужно прочувствовать, в него нужно вжиться. Только тогда это будет нечто большее, чем просто доксография и чем просто мнение человека, который сам исповедует свою позицию, но, в принципе, знает позицию другого человека. Своего оппонента в данном случае. Доксография не умеет работать с мнениями, она с ними и не работает, она их фиксирует. Единственная функция, по сути, да, доксографии – фиксация мнений. И я полагаю, что нам, людям, вообще всему человечеству, была бы полезна дисциплина, которая занималась бы не столько таким вот доксографическим материалом, попыткой записать мнение, попыткой как-то объективно даже выразить, а делать это еще нужно глубже. Глубже проникать в саму сущность мнений, вживаться в них, пропускать их через себя, но при этом не становиться их рабом, их глашатаем, частью вот этой всей мнительной структуры. Именно поэтому на базе моего учения ортодоксологии формируется дополнительная, но одна из самых важных, дисциплина, которая называется доксология. Доксология полностью посвящена изучению мнений. Ортодоксология – широкое понятие. Доксология – это тот аспект ортодоксологии, который занимается изучением мнений. Мнение в ней становится некой самоценностью, самый главный предмет исследования. Для ортодоксолога – это все, что мы имеем, по сути. Но в ортодоксологии эту проблему мнений можно снять. То есть мы не обязаны вообще исследовать мнение. По сути, если мы скептики, если мы абсолютно сомневаемся, ну мы не обязаны этого делать, мы не обязаны в принципе создавать позитивную философию. Но мы можем это сделать. Но мы можем это сделать. И я пытаюсь это сделать уже много лет, уже 10 лет. Я над этим работаю непосредственно. Так вот. Здесь очень большое введение. Но это ввиду того, что это очень важный предмет для меня – исследование мнений. Опять же, заметим, это не есть нечто постыдное. Ортодоксология не различает истину и мнение. Любая истина в человеческом сознании так или иначе будет представлена в виде мнений. И с этим тоже приходится работать. И я считаю, что подлинное понимание, то есть хорошая подлинная такая герменефтика без разработанной доксологии также невозможно. С пониманием работать надо с учетом именно доксологической дисциплины. Да. Ишлирмахер, Дельтеи, Рикер, Гадамир, Хайдегер и прочие, в общем-то, персонажи, которые занимались так или иначе герменефтикой, они были во многом далеки от доксологических идей, которые мы рассмотрим дальше. Хотя они тоже внесли колоссальный вклад, сделали множество интересных концепций. Это действительно знатные такие люди. Да. Но они занимались это с точки зрения тех или иных мнений, тех или иных позиций. Ишлирмахер был христианином. Непосредственно он взял огромное количество методов из самого христианства и, в общем-то, распространил их по всей герменефтике дальше. Но не по всей, по большей части герменефтики. Это такая вот основная герменефтическая тенденция получается. А Гадамир его продолжил. А Хайдегер сделал свой интересный проект герменефтики. Его тоже следует учитывать. Но он во многом тоже базируется на позиции Хайдегера. Он соотносится с Дозейном, с Дозайном и так далее, и так далее, и так далее. То есть Хайдегер вообще все делал с точки... Он озирался всегда на свою философию. Он трактовал Ницше, озираясь на свою философию. Парменида, Гераклита. За кого бы Хайдегер не брался, он всегда находил вот в этих людях самого себя. В этом смысле его и герменефтика точно такая же, похожая. С отсылкой на его учение. Ортодоксология не верит в то, что все есть мнение, однако это утверждение является наиболее, в кавычках, скажем, слово разумным. Если учесть невозможность доказательства истины. Именно доказательства. Существование истины, достижения здесь мы убираем, но такого достоверного доказательства пока представлено не было. Поэтому скептицизм все еще абсолютно так себе адекватен. Все есть мнение, это не догматичная установка, но наиболее подходящая для духа ортодоксологии с одной стороны и герменефтики с другой. То есть, все равно... Радикальный герменефти и идеи слишком схожи с вашими. Тут борьба с центристами. Дорида не скептик, опять же. У него может быть очень хороший герменефтический проект, но мы это тоже можем рассмотреть отдельно. Да, продолжаем. Все есть мнение, это не догматичная установка. Оно наиболее подходящее духу ортодоксологии и герменефтики. Ну, просто это хороший методический такой подход, мы его можем... Мы можем на нем зафиксироваться. Продолжаем. Следует заметить, что мнение это не просто высказывание. Теперь важно определить вообще, что такое мнение. Это не просто высказывание. Высказывание это лишь одна из форм проявления мнения. Мнение само по себе обладает некой идеальной воображаемой жизнью. Высказывание это наиболее незначительная часть комплекса мнений. Мы будем там еще дальше разбирать, из чего мнения состоят и как их можно трактовать. Ну, в общем, поехали. Теперь доксология как некая дисциплина, то есть слово о мнении. Определение мнения... Так, где хорошее определение мнения? Я его дал. Да-да-да-да-да. Мнение это политика, этика, эстетика, философия, искусство, наука. Все есть мнение. Это еще не определение, видимо. Мнение это основа бытия человека и как следствие основа всех его трактовок окружающего мира, тоже в том числе. Люди, которые, кстати, изучают мнение, ну, в смысле, изучают человека, они изучают преимущественно же мнение, мнение как таковые. То есть то, что человечного, антропологического с точки зрения философии и не только, и искусства, и многих других дисциплин есть в человеке, это все мнительные структуры. И сейчас мы тоже в этом убедимся, попробуем посмотреть, почему. Да-да-да-да-да-да. Мнение. Так, мнение определенно не просто высказывание или убеждение, которое можно записать на листке бумаги. Видимо, я здесь не дал точного определения мнения. Ну, ладненько. Продолжаем. Глава 2. Отношение к мнению других мнений зачастую отрицательное. Ну, это краткий такой, очень краткий пересказ. Бывают исключения, бывают сложные какие-то позиции, но чаще всего отрицательные. Это формирует огромное количество конфликтов. Мнение как ощущение, чувство воображения и воспоминания. А вот теперь мы перечисляем различные элементы, которые так или иначе встроены в мнение. Здесь есть такая интересная тонкость, что мнение само по себе не является только лишь высказыванием. Об этом мы уже говорили. Оно, каждое вот это вот мнение, которое выявляется в высказывании, также основано на ощущении, на чувстве, на образе, на воспоминании и, скорее всего, на многих других каких-то факторах, которые я в данной книге не учел, ну, ввиду ее ограниченного объема. Так вот, все вот это выступает в едином комплексе, когда происходит определенное высказывание. Человек, когда нечто говорит, то, что ему кажется важным, правильным, истинным, он одновременно ощущает, он испытывает определенные чувства, связанные с этим высказыванием. И эти чувства в том числе подтверждают его высказывание. Это может быть даже бесстрастие, как некое чувство. То есть научное это известное бесстрастие, бесстрастность. В том числе, в том числе, это такое своеобразное, это часть мнения, и это тоже догма. Также мнение сопровождается определенными образами. Подавляющее большинство мнений так или иначе имеют прямые образы. Ну, то есть, например, пространство, время. Как мы это воображаем себе? Ну, вот физики нам помогают это воображать таким образом. Они бывают в некоторых работ... Сейчас разберемся с Дорядой. Так вот, физики натягивают, в общем-то, ткань, например, и кладут на эту ткань какой-нибудь твердый шарик, который ее прогибает. Таким образом они изображают пространственно-временной континуум. То есть это помогает нам вообразить то, как это существует. Но сами физики воображают пространство, время немного другим образом. Они воображают его через математику, в том числе, через геометрию. То есть у них тоже есть свое воображение, их позиции в данном случае. А также с любым мнением связаны те или иные воспоминания. И они включены в это мнение, они являются его неотъемлемой частью. То есть мнение — это большой и сложный комплекс различных способностей. Не только способностей, а различных, в общем-то, аспектов человеческого бытия. Мнение не представлено в чистом виде как высказывание. Никогда. Может быть только в редчайших случаях чистое мнение и высказывание. Но в мире такое встречается очень редко. Так, теперь к Дориде вернемся. Почему он? Теперь Дорида и почему он скептик. Он борется со стилем. Ломает его. А вы принимаете стиль классических трактатов и теорий документации. Стиль — это не мнение. Стиль — это мнение. Я могу делать вообще все, что захочу. В общем, в этом фишка скептицизма сейчас смотрящая. Вот прочувствуйте это. Прочувствуйте. Я могу делать вообще все, что захочу. Я могу ломать стили. Я могу не ломать стили. Я могу строить новые стили. Я могу разрушать стили. Я могу вообще все, что угодно делать. Вот такая вот скептичная позиция. Я могу вообще на все забить. Это тоже будет нормально. Потрясающе. Не возникнет никакого внутреннего конфликта. Это будет просто хорошо. Без разницы. То есть безразлично. Абсолютно. У Дориды есть определенная концепция. Есть определенный культурный бэкграунд. У него причем очень такой понятный. Мы уже имеем дело с тем же Хайдегером в контексте философии Дориды. И это все как бы наворачивается. Такая вот традиция. Дорида часть традиций. Традиции философии 20 века. Он не пытается даже, ну не знаю, не то чтобы возродить. Я не скажу, что я пытаюсь возродить древний скептицизм. Я делаю новый скептицизм, так скажем. Очень новый, обновленный и может быть даже отличающийся. Я не уверен, что скептики античности точно подразумевали под скептицизмом то же, что и я. Потому что, ну опять же, сомнения. Я даже могу просто о них забыть. Я вообще первые несколько текстов вообще никак не связывался со скептиками и даже их критиковал. Моя первая ортодексология, мой первый текст, там написано как раз критика в адрес скептиков. То, что они недостаточно сомневаются, они недостаточно чисты, чтобы заниматься, в общем-то, познанием. Они довольно отрицательны, они довольно негативны. Они все отрицают и все критикуют непонятно по каким причинам. И они стремятся вот к этой вот чувству безмятежности. И вот этого чувства, им надо обязательно его достигнуть. Я, в общем-то, снял все обязательно. Вот все, что было обязательно, все теперь уже не обязательно для скептика. По крайней мере, это то, что было во мне до того, как я начал очень подробно знакомиться с философией. А потом, когда я начал знакомиться, да, действительно, я сформировал определенный стиль, в котором мне удобнее работать. Стиль — это, конечно, догма. И с этим я определенно согласен. Проблема в том, что Дорида, как мыслитель, у него вот это вот все радикальное отрицание деконструкции, отрицание стилей и так далее, так далее, так далее — это все часть его. Часть его, как Дориды. Сейчас он, к сожалению, даже не смог бы изменить свой стиль философствования. По той причине, что он мертв, к сожалению, к большому. Или не к сожалению, ну потому что скептицизм, в принципе, не сожалеет об умерших так-то. В общем, все сложно. Особенно, когда мы, кстати, обсуждаем постмодернистов. Ну, действительно, начинается некоторые сложности, потому что у них философия со знаком минус тоже. Скептицизм — это философия со знаком ноль, скажем так. Это не отрицание, это не критика, это не разрушение стилей. Так, в том числе, нет запрета на использование тех или иных стилей. Все. Ну, если бы у меня был запрет, вот если бы у меня был запрет, если бы у меня было убеждение, что надо рушить стиль, что надо приходить к чему-то такому или другому, что обязательно нужно делать то-то или то-то, то да, тогда бы я был подвластен некоторым, ну, мнением. Ну, конечно, я отчасти тоже подвластен мнением. Опять же, по вышеуказанной причине, которую мы обсуждали в прошлых видео. Продолжаем. Доксологию, кстати, про Дориду высказались. При этом Дорида замечательно, ну, интересен. Безусловно, интересен, безусловно, хороший мыслитель, и, безусловно, его проекты, они... Они повлияли на историю философии и герменевтику в том числе. Но здесь другой проект. Здесь просто другой проект. И Дорида в этом смысле не трактуется как скептик, ну, вот даже никак, наверное, ни с какой стороны. Мнение высказанных, мнение ощущения, мнение чувства. Мы все это уже тоже немножко рассмотрели. Мнение также можно рассматривать как некоторую универсальную категорию бытия человека. В этом смысле человек бытует с помощью мнений. И поэтому этот предмет исследования невероятно важен. Мы не можем просто так взять и убрать мнение из нашей жизни. К чему это обычно приводит? Это приводит к такому радикальному фанатичному догматизму. Ну, вот у нас есть истина. А вот есть мнение. Когда происходит вот такое деление на истинное мнение, получается такая вот проблема. Человек, который вот обладает истиной, он думает, что он вполне так может себе всеми разными способами втащить человеку, который, в общем-то, пользуется вот этими предрассудками, мнениями, вот этими глупостями дешевыми, которые не имеют никакого значения, смысла, не имеют никакого отношения к истине. Причем вот это вот втащить, он может ему по-разному. Это от убийства, в общем-то, от убийства до непосредственно критики. Причем такой критики, который не спровергает человека, ставит его в позицию шарлатана. А как это, например, делается сейчас определенными научными структурами, которые занимаются опровержением псевдоученых. Причем я, кстати, согласен, что такие вот проекты псевдонауки, которые связаны прежде всего с практикой, прежде всего с медициной, необходимо опровергать, ну, скорее нужно. Ну, просто люди подыхать просто будут, если этого не делать. Неприятное следствие, наверное, для многих людей было бы, если бы они сдохли, поверив какого-нибудь... Я медику, который выдает себя за медика, на самом деле, но медицинским ни образованием, ни знаниями не обладает и предлагает неимоверную чушь. Но, с другой стороны, под этим проектом научные критики всего антинаучного также критикуются, обвиняются в шарлатанстве люди, изучающие вопросы, ну, в том числе постмодернисты, например. Кстати, постмодернисты обвиняются в антинаучности, в псевдонаучности, в бредовости вот этими людьми. А в том числе вот этот вот проект, который вот критикует все, что является ненаучным и особенно выдает себя за научное, он выносит за пределы научных, в общем-то, дисциплин некоторые теории, которые могли бы в них рассматриваться, не имея при этом никакого вреда. Ну, например, теория эфира. Она, в принципе, сейчас уже, ну, она дорабатывается, она до сих пор дорабатывается. От нее отказались уже больше века назад, но она до сих пор дорабатывается и есть ее сторонники. Они все считаются, ну, в общем-то, маргиналами. Маргиналами, безусловно, и шарлатанами. Тут надо бы, наверное, все-таки как-то попридержать коней, можно было бы и сделать науку более плюралистичной. Ну, вот я пытаюсь показать, что мнение, особенно воспринятое как истина, становится универсальной категорией бытия. То есть человек живет в своем мнении, он воображает через свое мнение. Моя диссертация, как раз, кстати, посвящена антологическим характеристикам воображения. И я там рассматривал, как человек существует, воображая. Да, поскольку воображение это один из аспектов мнения, ну, то есть с воображением я могу больше примеров накидать, в данном случае, да, привести больше различных примеров. Но то же самое и с памятью мнением, с мнением высказыванием, с мнением чувством. Все это слито в один единый ком мнения, и это все является универсальной категорией бытия, то есть существования человека. Да, может, может и ради выгоды. Вообще без разницы. То есть, понимаете, смотрящий в чем дело. Выгода это, конечно, догма. Конечно, догма. Но вот сейчас в своем состоянии я вот, я сейчас не скептик, скорее всего. Да, я сейчас не скептик. Я сомневаюсь в этом, конечно, но я не скептик. Если вы мне предложите деньги, деньги, я не сдержусь и, конечно же, попрошу вас, деньги мне платите, уважаемые, я, конечно, буду рад. Да, действительно, относительно выгоды быть скрытым скептиком было бы выгоднее. Но я вот, видите, как видите, я просто существую в этом состоянии иногда. И я не являюсь сторонником выгоды такой. Я сразу открываю вам все карты. При этом карты у меня очень много. Я не особо даже распространяю скептицизм массу, наверное. Ну, массам претит это самый скептицизм. Я, наверное, этим объясняю прежде всего свою непопулярность. Ну вот, я вроде делаю неплохой контент. Причем, ну ладно, вот эта вот книга, ну, она, в принципе, она скучная. Ну, для большинства людей, для большинства даже людей, занимающихся философией, все это, ну, наверное, не то, чтобы даже слишком сложно. Это, ну, просто неинтересно многим. Вот именно вот такой подход, скептицизм. Ну, многим нужна вера какая-то. Многим нужно как-то акцентировать свое внимание на что-то, существовать в этом. Как-то построить свою жизнь, какие-то вот прочные основания обрести для этой жизни и как-то существовать вот таким вот образом. Ну, так, так просто удобнее, так намного удобнее. Вот именно как раз потому, что у меня нет цели, я могу делать то, что мне нравится. И это забавно, да. Поэтому я могу, да, выступать с невыгодных позиций. Я могу говорить такие вещи, которые людям многим, ну, не понравятся. Ну, критика науки, например. Ну, надо же быть человеком, который, ну, вот вообще не охотится ни за какой выгодой, чтобы критиковать науку. С учетом, что у меня научная степень при этом всем. Я дискредитирую науку при этом, я критикую науку. Это забавно, это прикольно, это странно. Если какие-нибудь академики увидят мои видео, мои статьи, ну, они в лучшем случае посмеются. Они действительно в лучшем случае поржут так, ну, лол, ну, нормально. Нормально, у чувака как бы научная степень, а он тут вот такое все разводит. Но именно как раз потому, что у меня нет целеполагания. Именно как раз, ну, такого именно убежденного целеполагания. Я могу себе позволить делать все вот это. И другого бытия своего, ну, не знаю, я пока представить... Ну, могу, конечно, могу. Могу много форм своего бытия представить в этом мире. Многое мог бы делать. Мог бы скрываться, мог бы и делать вид, что я кто-то другой. А, ну, ну, вот при этом зато у вас есть возможность познакомиться с доксологией. Мнение как универсальная категория бытия. Мнение, философия, мнение. Есть философия, философия состоит из мнений. Все здесь четко, понятно, очевидно. Религии состоят из мнений. Следующее будет... А, нет, мнение эстетики. Здесь будут разбираться разные мнения. Давайте быстро пройдем. Мнение в науке есть. Все тоже понятно. Наука формирует определенные теории до базиса фактов. Факты тоже отчасти подвергаются интерпретациям на базе тех же самых, в общем-то, научных теорий. Ну, то есть у нас есть общая теория, и мы через нее трактуем факты, описываем эти факты. И пока мы можем описывать эти факты через вот те теории, которые сейчас доминируют в нашей парадигме, все, в принципе, у нас наука работает. Но это все тоже мнение. Это не чистое, абсолютно неоспоримое знание, с которым мы только и должны иметь дело. И больше ни с чем, кроме этого знания, ну, надежно мы взаимодействовать не можем. Нет, это те же самые мнения, только более подробно проработанные, более интересно проработанные. Ну, факты действительно имеют невероятную степень проработки по сравнению с другими философскими такими подходами к исследованию. Это во многом связано с тем, что ученых просто банально значительно больше количественно. Их значительно больше, чем представителей любых философских направлений. В науке тоже есть мнение. И это, кстати, можно подтвердить более банальным образом. Вот все, что я выше говорил, ну, это может показаться сложным для обывателя. Но наука периодически отказывается от своих утверждений, в том числе базовых. Ну, то есть даже для хорошего, внимательного человека, ученого, который изучает, в общем-то, науку, для него не секрет, что значительная часть научных положений может так внезапно измениться. А не то, что теория эволюции была открыта тоже чуть больше столетия назад. Она может преобразоваться, ну, прямо до неузнаваемости в будущем. А может быть предложена какая-то другая концепция, включающая в себя, конечно, некоторые движения и изменения, но работающая на некоторых других принципах и основаниях. То есть ничто не исключено в данном случае. И теория эволюции, отчасти, тоже мнение. Ну, плюс это и описательная система, способ описания фактов, тоже мнительно во многом. Поскольку мы не можем переместиться во времени на несколько миллионов и даже миллиардов лет назад и проверить, ну, действительно ли все виды развивались таким образом, как это описывает теория эволюции. Ну, то есть, все равно это остается мнением. Даже очень, если оно очень хорошо доказано, оно достоверно, оно интересно. Даже в таком случае оно мнение. Реакцию разных мнений. Скептицизм марксистов, позитивистов и прочее. Да. Представляю марксиста, который... историзировать и социологизировать. Ну, кстати, Гегель непосредственно включал скептицизм в череду своих рассмотрений. И это тут тоже довольно-таки интересно. Ну, у Гегеля просто была задача создать, показать диалектическую логику, действия диалектической логики, в том числе в античности. Я, например, отлично понимаю, что... Почему Гегель сделал свои предположения о диалектичности, прежде всего, духа и философии? Ну, то есть, он исходит из философии и потом переносит все это вот на путешествие духа, вот своего развития духа. И оно поэтому диалектическое. Потому что в новое время, философию нового времени, а это философия, которую Гегель отлично знал, там действительно наблюдаются четкие пары, ну, то есть, не знаю, вот постоянный материализм, идеализм и прочие значительные такие пары, которые друг против друга воюют. Тезис-антитезис-синтезис, тезис-антитезис-синтезис, и они прям вот просто парно идут по истории философии. В античности, я считаю, он полностью ошибся. То есть, там с тезисом, антитезисом, синтезом все довольно сложно. Если там и был какой-то тезис, а потом был антитезис, то было куча синтезов. И в том числе куча антитезисов. Да и тезисов изначально было тоже очень много. То есть, ну, очень довольно-таки странные представления у Гегеля. Он довольно сильно извратил философию древности, на мой взгляд, на мой взгляд. То есть. Но мнения он свои высказывал. Марксисты, полагаю, думают, что нечто подобное. Так. Мнение опыта. Ну, мы тоже уже поговорили о том, как мнения могут проявлять себя в трактовке фактов. И не только фактов. Потому что опыт бывает не только научный. Он может принадлежать к любому философскому мировоззрению с одной стороны. А также опыт есть у любого человека, у любого обывателя. То есть, ну, то, что называют опытом, ну, обычно присутствует у всех, кто может так или иначе его получать. И у этих людей есть память, непосредственно, конечно же. Но если они не больные, если они не являются, в общем-то, психически больными, или людьми с физиологическими суровыми отклонениями, в таком случае у них есть возможность получать опыт. И опыт всегда связан с мнением. Тут и мнение обыденной жизни рассматривается по категориям. Дексология против доксографии. Это мы тоже быстренько так уже обсудили. Здесь каких-то комментариев в дополнителях водить не имеет смысла. Я, кстати, смотрящий. Вот интересно, вот ты заметил, вы заметили, да. Это действительно было бы интересно, потому что доксологию как дисциплину действительно можно применять с разных учений, конечно же. Марксизм мог бы создать свою доксологию, я это подразумеваю. Ну, по сути, ну, был такой интересный философский проект, который назывался «Феноменология». Все об этом знают. И куда только феноменология в итоге не пошла. И к аналитикам она пошла. И распространилась в экзистенциализм, и куда она только, в общем-то, не заявилась, эта феноменология. И она проявила себя так или иначе во многих проектах. Во многом потому, что ее основатель разрабатывал ее, ну, относительно нейтрально. Все-таки Гусарли не высказывался о богах, о каких-то других сущностях, не постулировал целого полного учения. Он создал метод. У меня здесь тоже своеобразный метод получается. И да, действительно, его можно исказить под марксизм. Его можно исказить под гегельянство. Его можно исказить под любую концепцию. Но в данном случае я все-таки полагаю, я не как скептик, а я как догматик полагаю, что лучше данный. Ну, лучше всего это будет работать на базе именно абсолютного скептицизма. Ну, потому что в этом вся задумка. Так. Стандартную реакцию других на ваш скептицизм. Описывать все стандартными реакцией, как пропредевтику скептицизму. Трудно. Трудно, трудно, трудно. Я не настолько умен, чтобы понять написанное сейчас. Кстати, со словом агонология я не знаком, к сожалению. Поэтому это первый пункт, по которому я здесь проседаю. Стандартную реакцию других на ваш скептицизм. Ну, типа агония, да? Агония. Ну, как вы видите, я не особо впадаю в агонию. Аааа. Да. Описать все стандартные реакции. Ну, это можно было бы сделать, но сначала мне нужно получить все эти стандартные реакции, как вы понимаете. То есть я сейчас большую часть своей жизни я как бы провел в таком, действительно, в некой аскезе. Много писал, много чего сделал, много чего придумал, много с чем работал. И прочитал тоже, конечно, много, но, наверное, все-таки я пишу больше, чем читаю. Поэтому так вот получается. А чтобы увидеть эту реакцию, нужно сначала показать людям вот предмет. Предмет, например, в мое учение. И тогда уже описывать все эти стандартные реакции. Я не могу сейчас рассуждать о стандартных реакциях, потому что, ну, я их обычно не видел. Ну, вы, кстати, у вас сейчас довольно-таки, с одной стороны, стандартная реакция, с другой стороны, нестандартная. Вы пытаетесь изобразить скептицизм как нечто такое вот присутствующее в ряду всего остального. Ну, вот абсолютно такое же, ну, только такое вот. Немного странно. Пытаетесь добавить к скептикам каких-то персонажей, которые, ну, вряд ли могли бы быть названы скептиками. Ну, вот можно сказать, что это нечто характерное для многих людей. Вот такая вот реакция. Кто-то Кортезия очень любит называть скептиком. Для кого-то Юм – это образец скептицизма. А для кого-то Саган, например, это образец скептицизма. Или Докинс, еще лучше. Да, Ричард Докинс, конечно, величайший образец скептицизма для кого-то. Но я постоянно пытаюсь переопределить термины. Особенно, чтобы люди понимали, что такое скептицизм в моем случае. Да, классовая позиция. Кто на каких классах, на каких классах, каким классам принадлежали скептики? Ну, скорее всего, все плохо было бы в данном случае, потому что обыватель редко бывает скептиками. Да, скептики за всю историю, ну, наверное, они принадлежали к привилегированным классам. И это довольно-таки печально было бы, да, для скептиков. Пришлось бы их всех, в общем-то, в лучшем случае обобществить. В лучшем случае. В худшем, наверное, убить. Да. Относительно истории, связанной со скептицизмом, с этим уже Гегель поработал, как уже было сказано выше. Эту проработку могут использовать опыт, наука, практика, идеализм. У каждой идеологии свой пояс защиты, и он очень банален и общеизвестен. Ну, в целом, да. Кстати, относительно скептицизма. У него нет пояса защиты. У него нет ядра. Как бы в этом... Если скептицизм верный, у него нет ядра. И в этом смысле у него нет пояса защиты. Он может взять себе любой пояс. Он может просто формировать пояс защиты в процессе этой самой защиты. Это его сильная сторона может быть. Ну, это как софизм. Софистика получается. Софисты могут тоже самое делать. Мнение, как живое существо. Вот. Вот раздел номер два. Это попытка представить мнение в виде живого существа. Конечно, это образно. Конечно, это метафорично. Конечно же, мнение это не живой организм. У него нет органов. Он там не бегает. Но! Мнение может родиться. Оно каким-то образом появляется на свет. Оно каким-то образом становится. У него, в общем-то, появляется некоторое существование. Да, это определенно есть. Но это не единственная его черта. Мнение питается. Условно тоже питается. Но оно питается другими мнениями. Постепенно растет. Наполняется. Увеличивается в размерах. Учитывает другие мнения. Это не просто догм. Мнение практически никогда не бывает абсолютно закостеневшим. Это всегда некоторый учет. Учет в соответствии с некоторым ядром, конечно. Но это учет. Это работа. Это постоянное наполнение. Даже у обывателя, который вроде бы не очень сильно и старается наполнить свои мнения какими-то содержаниями, противоречиями. Который не пытается спорить с направлениями мыслей, которые противоречат его идеям, которые ему ближе всего. Даже его мнение постепенно наполняется различными другими маленькими мнениями, которые защищают это большое, важное. И так далее, и так далее, и так далее. И происходит процесс питания. И питание в том числе фактами. Фактами, опытом жизненным, воспоминаниями, которые связаны с этими мнениями. В общем, питание у мнения происходит тоже постоянно. И эта метафора, ну, для изображения, для описания работы мнений, она рабочая. Она вполне так себе неплохая. В том числе мнение занимается выделениями. Ну, то есть, образно говоря, дефекацией. Оно может выплевывать, удалять из себя различные положения. Может удалять из себя ненужные части. Может убирать все, что ему не нравится в себе. Ну, с определенными ограничениями, конечно же. И без выделения, чаще всего, сохранение самого мнения было бы невозможно. Потому что, если бы мнение постоянно росло и нарастало, нарастали бы противоречия внутри этого мнения. И это, скорее всего, привело бы, в общем-то, к его разрушению. Противоречия, конечно, не являются, вот, прямо уж совсем убийственной характеристикой мнений. Ну, то есть, если бы они нарастали, многие люди могут смириться с противоречиями. А многие, как Гегель, Маркс и прочие диалектики, могут даже сделать это противоречие ядром своей философской мысли. Но, в любом случае, дефекация такая, определенное удаление всего ненужного, оно присутствует практически в любом мнении. Мнение также передвигается. Мнению необходимо распространяться по планете. Мнение хочет передаваться. Ну, может быть, не хочет, у него, может быть, и нет какой-то воли. Но оно передается. Передается от человека к человеку. Воспроизводится в книгах, воспроизводится в речах. Мнение распространяется, так или иначе. И самые успешные мнения, вроде религий или вроде научной системы, они сейчас практически везде. Их можно встретить в любом уголке земного шара. И если мы когда-нибудь научимся, в общем-то, летать в космос, улетим далеко-далеко-далеко, завоюем огромное количество планет, а мнение и туда вырваться без особых проблем. Вместе с людьми. Люди их такие вот переносчики определенного рода. Мнением свойственно изменяться. В процессе питания, в процессе идентификации мнения изменяются. Нет ни одного мнения, которое бы, в принципе, вообще не менялось. Во всех своих аспектах всегда бы оставалось таким вот нерушимым, стойким, точным. И всегда бы подразумевало то, что оно подразумевает. Потому что всегда происходит движение, всегда происходит борьба. Здесь можно описывать все с точки зрения, кстати, эволюционизма даже. Есть определенный естественный отбор мнений. И мнения противоречат друг другу, сражаются друг с другом. У них такая вот сложная жизнь. И чтобы выживать, им нужно изменяться. Не всегда в таких существенных аспектах. Но все-таки меняться нужно. Мнение производит захват территории людей. Это тоже нормально. У них проходят схватки с другими мнениями. Это тоже обычное дело. Мнение в итоге, в отличие от живых организмов, является всепоглощающим, условно говоря, организмом, который может завоевать неограниченное количество расстояний людей, существ. То есть, если представить, что существуют разумные инопланетяне, скорее всего, им тоже будет присуща мнительность. И тогда мнение может покинуть нашу планету, допустим. Почему бы и нет? Мнение выступает в роли такого существа, условно, опять же говоря, существа, который не имеет границ своего роста. Оно невероятно огромное. Чем отличаются мнения от леотаровских метанарративов? Я с леотаром знаком, но плохо. К сожалению. Мнения могут восприниматься по-разному. Они не всегда мета. Они могут быть маленькими, могут быть большими. Они могут иметь бесконечную делимость. Я не имею никакого отношения к фостмодерну. В общем, проблема. Так вот. Они имеют бесконечную делимость. С одной стороны, как вниз, так и вверх. Они могут расти очень-очень далеко. Мнения захватывают различные области жизни человека. Тоже уже выше это перечислялось. Но если вы сейчас просто кратко опишите концепцию леотара, я с удовольствием вам отвечу более подробно. В чем заключается отличие? Я думаю, вот сразу, я сразу увижу по основным пунктам, в чем заключается радикальное отличие. Продолжаем. Мнения, как всепоглощающий организм, тоже есть. Мнения также могут болеть. То есть у них есть состояние слабости, состояние упадка. Например, у христианства в некоторое время, времена бывало состояние упадка. Был рассвет, потрясающий рост, все хорошо, замечательно, христианство распространяется. А были времена упадка. Тоже характерно такое. Не все мнения постоянно развиваются, цветут, умножаются и прекрасно себя чувствуют. Также мнения можно лечить, проявить терапию, вылечить их от упадка, сделать их здоровыми. А также мнения умирают. Ну, то есть исчезают. Вполне так себе. Система описания. Это не единственная трактовка в рамках ортодексологии. Это одна трактовка из бесконечного множества возможных. Такой подход разбора мнений может иметь, ну, имеет место. В общем-то, имеет место. Все. Раздел третий. Следующий способ описания. Описание мнения как идеальной структуры. Ну, начнем с того, что у нас существуют своеобразные идеальные структуры. Это такая структура, которая существует преимущественно как идейно-интеллектуальное построение. Вот как я это определяю. Мнения, ну, мы уже заметили, что они не нуждаются в физиологии, в теле. Они могут быть изложены на любых носителях, книгах, компьютерах. А тела, люди, сосуды вот этих вот мнений, они их воспринимают уже значительно позже. Ну, то есть, да. Мнения как бы присутствуют в тексте и вызывают у человека определенные образы, воспоминания, мысли. А иногда не очень определенные, и человек все это искажает. Так вот, теперь ответим про Леотара. Замечу, что, ну, сексуализацию я здесь не проводил. Кстати, из всех пунктов, которые только можно было вывести, именно аспекта секса я не делал. Как мнения могут заниматься сексом? Не знаю, размножаться они могут, но заниматься непосредственно сексуализацией вряд ли. Относительно биологизации. Даже описывая мнение как биологический организм, якобы, я отрицаю его физиологическое основание. Уже даже выше, в той модели описания уже это было прописано. Здесь нет именно биологизации конкретно. Это просто описательная система, одна из бесконечного множества. Я не скажу, что она очень оригинальна, и что она прямо полностью принадлежит мне. Но в ряду прочих я ее, в общем-то, использую. Использовал. Это не какая-то, в общем-то, все устоявшаяся модель. Все, мы теперь только трактуем мнение вот так вот. Мы биологизируем мнение. Мнения теперь у нас выступают как живые существа. У них там, не знаю, какие-то свои терки постоянно идут. Вот эти вот именно животные такие, естественный прямо отбор прет со всех сторон. Нет, это просто одна из возможных... Причем это даже не одна. Это несколько возможных способов описания сразу. Мнение как жизнь, как некое нечто живое, условно в скобках живое, в скобках живое, оно может быть истрактовано вот как раз с разных сторон. Как с точки зрения философии эволюционизма, именно философии эволюционизма в данном случае, так и с точки зрения, например, философии жизни. Вы, наверное, правильно подметили, что здесь имеется связь с волей к власти. Да, да, конечно, это можно также тоже трактовать, но я уже описал систему, которую можно трактовать вот с этих разных сторон, уже с разных позиций, понимаете. Это уже хорошая система, которая является плюралистической и сама по себе. Вот прошлый раздел, он посвящен такой плюралистической системе, к которой нет особых каких-то требований. Вроде бы мы можем трактовать мнение с помощью воли к власти, но воля к власти сомнительна, поэтому не обязательно это делать. Так, своеобразный... Так, сейчас этому тоже ответим. Леотар хотел избежать... Так, сейчас продолжим, я что-то пропустил. Заявлял, что мнение... Ну, мнение в скобочках нарратива. А если бы определение нарративу дали, я бы там тоже, наверное, нашел несоответствие. Если найдете определение нарратива по Леотару, вот мы давайте сравним. Сравним, и тогда вот это будет уже предметно. Давайте продолжим так разбирать. Леотар хотел избежать диктата времени над вечным, сделав нарратив лишь нарративом через постмодернистскую чувственность. Так, хотел избежать диктата времени над вечным. Ну, я ничего не хочу избежать в данном случае. Здесь мы так можем придраться к словам, конечно. Жду все-таки определения нарратива, но мне вот сейчас интересно, потому что с ним нам... В общем, предметно, чтобы определить, действительно ли Леотар подразумевает под мнением то же самое, что и я, а это было бы ключевым, в общем-то, пунктом, соответствие или несоответствие. Тогда бы, да, действительно, мы бы смогли это подтвердить или опровергнуть, потому что слово нарратив здесь повторяется очень много раз. Нарратив, насколько я понимаю, это повествование определенное. А Леотар хотел избежать диктата временного над вечным, сделав нарратив лишь нарративом через постмодернизм, то есть через постмодернистскую чувственность. Я не хочу сделать мнение лишь мнением. Как вы видите, я очень сильно расширяю понятие мнения вообще. В истории слово мнение обычно используется, ну, в негативном ключе. Большинство учений используют слово мнение в противоположность своей истине, своей позиции, своему учению. Есть свое учение, даже если оно, ну, в некоторых случаях подразумевается не истинным. Как вот у науки, например, ну, мы исследуем вопросы, изучаем, и когда-нибудь, может быть, мы придем к истине, но это все равно никогда не называется мнением. Есть сопротивление такое, есть научные какие-то данные, факты, а есть мнение. Есть научные теории, а есть мнение. Есть истина, а есть мнение. Вот, я здесь просто распространяю концепцию истины. Мнение, конечно же, на все. Ну, и это, наверное, радикально в контексте того определения, которое я даю. Ну, и вот таким вот образом все это и работает. К сексуализации теперь перейдем, и вы здесь не попали вот вообще никак. Мнение не хотят подчинять, овладевать и подчиняться. Вот в чем дело. Мнение хотят стать всем. Мнение это как стихия. Скажем так, это неспособность подчинить другого субъекта. Это способность распространиться, это способность сделать другого субъекта собой. Это как бы вот таким образом работает. Это не подчинение, это не овладение. Это... Не знаю. В общем, знаете, это как пример можно из матрицы привести. Вот агент Смит, он просто превращал всех в себя. Мнение работает таким же образом. Оно превращает всех в самого себя. Оно умножает себя через других. И непосредством подчинение, овладение, какой-то сексуализации. Нет. Оно работает куда тяжелее. В этом смысле. И оно уничтожает. Продолжаем. Теперь нарратив. Система означивания. Классический структуалистический тезис. Это то, вне чего вещь не станет тем, чем она является в системе. Нарратив это идеология. Нет. Ну, то есть определение не схоже. Ну, вы видели, как я определял мнение, через какие структуры его определял, как это связывало с человеческими способностями. Здесь, по-моему, вообще ничего общего нет. Причем нарратив, скорее всего, ну, да, действительно, это идеологии. Они работают как очки. То есть, может быть, да, параллели, конечно, есть, но это не прямое сходство. И прямого сходства здесь, конечно, нет. И Леотар, он действительно постмодернист. Он, то есть, в контексте модерна работает. Ну, то есть, отрицает, спорит. И многие другие мыслители, которые называются постмодернистами, работают по похожей схеме. У меня с модерном отношения такие же, как и со всем, в общем-то, бытием в целом. То есть, для меня модерн то же самое, что и все остальное, включая постмодернизм. Вот это определенные подходы, концепции, догмы, мнений и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я не могу сказать, что я постмодернист, потому что я себя просто не отношу никак к модернизму. То есть, я не вижу своего отношения вообще с модернизмом вообще никак. И с постмодернизмом тоже. Хотя именно из-за того, что это такая критическая концепция, ну, это критическая концепция, там, скорее всего, имеется множество утверждений. Ну, вот, например, сексуализация. Вот это вот самое подчинение, желание, отсылки к нитше, к воле к власти. Это догматические такие позиции. С их помощью можно описывать мнение. Я бы мог представить, как с точки зрения Леотара кто-то делает доксологию. Ну, на примере моей доксологии он делает то же самое, но еще и с примером Леотара сливает две, в общем-то, концепции воедино. И у него что-то позитивное получается. Он может описывать мнение определенным образом, апеллируя к двум концепциям. Вполне так себе нормальная была бы диссертация, между прочим, кандидатская даже. Если бы я был популярным мыслителем вдруг, то такая бы диссертация могла бы иметь место, и человек мог бы защититься на ее базе, между прочим. Но здесь есть как сходства, так и радикальные различия все-таки. Введение, так, мнение как идеальная структура. Возвращайте, новая модель описания, в общем, да. Если биологизация была выше, ну такая условная биологизация, дальше идет уже мнение как чисто идеальная структура. Это другой подход к исследованию мнений, к доксологии непосредственно. Мнение как идеальная структура, это такая структура, которая существует преимущественно как идейное и интеллектуальное построение. Мнение можно описывать через идеальные структуры, потому что они не нуждаются в физиологии и в теле. Они могут быть и сложены на любых носителях книг, но это все проговаривал, боже. Доказывается это тем, что мнений нет физически. Понятно, мнения условно заменяют душу, так скажем. Все, что нам свойственно, ну и личность, душу, индивидуальность, многие другие концепты, может быть, разве кроме атмана. Все, что не является чистым, в общем-то, все заменяется мнением. Личность можно заменить мнением, душу с определенными свойствами тоже можно заменить мнением. Ну, то есть мнение, с помощью мнений можно описывать любой такой идеалистический концепт. И это вполне нормально. И мнение в этом смысле тоже похоже на вот эти вот концепты. Мнение выступает чаще всего в универсалиях. Универсалии это неотъемлемая часть, в том числе идеалистической философии. И универсалии, как понятие, вообще возникло на базе универс... На базе, в общем-то, идеалистической философии. И не столько в средние века. В средние века начали называть это универсалиями. Но это было уже и у Аристотеля, в том числе. Эти самые универсалии, потрясающие, замечательные. Мнение, оно универсалистично во многих случаях. В большинстве даже случаев. Я уже разбирал книжку, связанную с языком свою. Там была описана как раз похожая ситуация. В которой, в общем-то, рассматривались универсалии. Показывалось, что язык, по сути, он функционирует на этих самых универсалиях. Номиналистические обозначения, то есть непосредственно определение через указывание, оно не является доминирующим в человеческом обществе. И не может быть, наверное, даже доминирующим. Есть, правда, исключение. Несколько буквально языков, в которых, ну, например, все строится на базе местности, на которой обитал тот или иной маленький народ. У этого народа, они знали, вот это дерево, вот оно так называется. Вот это река, вот так называется. Вот это вот то так называется. Все так вот называется по-разному. Но это достигается такой вот номиналистический подход к языку. Возможность определять через указывание только посредством узости. Узости территории, обитания, вообще узости восприятия вот этих самых людей. Когда язык выходит за пределы чего-то вот такого узкого, очень маленького и племенного, представить его себе в виде некой номиналистической модели, указующей, сугубо преимущественно указующей, невозможно. И мнение по этому во многом строится на универсализации. А универсалии, как таковые, они не существуют, их не видно, их не понять. Они существуют у нас в сознании, преимущество. Наверное, наверное, только у нас в сознании. Как скептик, я не знаю. Может быть, есть сущности вот этих вот универсалей. Но это определенно отсылает нас к идеалистической философии. И поэтому, в том числе поэтому, мнения могут изучаться как идеалистические системы, о которых я тоже пишу в некоторых своих текстах. Да, здесь это подтверждается. Идеализм как идеальная структура, материализм как идеальная структура, наука как идеальная структура, и все, в общем-то, показывается. Язык как идеальная структура, и под это еще текст отдельно написан, логика как идеальная структура, жизнь как идеальная структура. Именно идейное, возникающее в сознании, ну такая вот мыслительное. Все это можно трактовать через мысль непосредственно. Я тоже соглашусь с смотрящим, если он сейчас скажет, что это не уникально. Но это один из методических подходов, не упомянуть который, ну, я просто не мог. Так, это тоже часть доксологии, и это тоже надо учитывать в комплекте с остальными методами, трактовками. Следующий метод уже преимущественно мой. А мнение можно трактовать с помощью этой самой философской комбинаторики мнений. Философская комбинаторика, над которой я работаю, это отрасль доксологии, изучающая принципы комбинирования мнений. То есть мнение можно изучать чуть ли не математически. Исходное положение этой дисциплины гласит, что все может быть скомбинировано со всем. Ну, в общем, относительно данной темы вы можете посмотреть мою статью «Философская комбинаторика», почитать ее, либо посмотреть видео на канале. Все тоже присутствует на месте комбинаторика мнений, и она раскрывается дальше. Поэтому мы здесь останавливаться надолго не будем. Аргументы в пользу философской комбинаторики тоже есть, и в статье есть, и в тексте есть. Прочитайте, пожалуйста, мою статью по философской комбинаторике. Это не сравнительная философия. Это философия, базирующаяся на комбинировании элементов и изучении всех возможных элементов этих самых. Всех возможных комбинаций элементов, элементов отдельно. Это такая вот очень схематичная даже философия. Во многом даже математичная, да. Можете ознакомиться с этим материалом. Все начинается со стихийной комбинаторики, про стихии. Этому я посвятил, кстати, свою магистрскую диссертацию, где я насчитал, что мнений, посвященных стихиям, может быть... Пять квадриллионов вроде там где-то написано. Сейчас, сейчас, сейчас. Это я копировал из своего текста, да, но неважно. Около пяти квадриллионов комбинаций натурфилософских мнений на базе древнегреческих концепций, которые, ну, отвечают на вопрос, из чего состоит мир, ну, то есть на вопрос архи. Каково архи, каково первоначало мира, и какие силы управляют этим первоначалом. Ну, я насчитал более пяти квадриллионов комбинаций возможных мнений. Но дело не в том, что мы можем только насчитать. Ну, на самом деле, может быть, действительно, это некий атомизм. Здесь я, в принципе, соглашусь, что такой подход, но он применен не на атомы, непосредственно не на частицы мира. Это действительно подход, больше похожий на натурфилософский, но при этом примененный в исследовании мнений и в герменевтике. Вот. И комбинирование ведется, в общем-то, не на каких-то единых принципах. Элементов неограниченное количество, они могут быть абсолютно разными. Здесь, в общем-то, много нюансов, которые делают это все, ну, другим, не таким, как, в общем-то, непосредственно атомизме. Таблицы. Вот, например, метод, как этот используется, вот с помощью таких таблиц. На примере стихий, непосредственно стихийного дискурса, все очень просто. Ну, мы берем четыре стихии, на самом деле, в концепции об архе и стихиях было значительно больше, и мы можем создавать такие таблицы. И это таблицы реальных мнений. Вот Фалес считал, что все есть вода, например. Ставим плюсик на воде. Анаксиман считал, что все есть воздух. Ксенофан считал, что все есть земля, но здесь сложненько немножко. Гераклит — это огонь. Гипас — огонь. Диогена — полонейский, вроде, забыл его фамилию, да, полонейский, не помню. Воздух. Феррикит считал, что все есть огонь. Парменит ранний по Арестону, вроде тоже, уже забываю тексты. Парменит, в общем-то, считал, что все есть огонь и земля, до того, как он начал, в общем-то, увлекаться рассуждениями о бытии. И он, например, считал, что все есть огонь, земля и воздух только. Вот из этих элементов слагается мир. Индийский мыслитель Рудалак считал, что все есть огонь, вода и земля. Ну и, как видите, все комбинируется. В комбинаторике существуют методы как раз рассмотрения вот таких комбинаторных систем, какие законы присутствуют в комбинировании, какие комбинации более немножко вероятны, другие менее вероятны. В общем-то, здесь очень много дисциплин. Философии где-то? Ну, это просто комбинаторика смотрящая. Это, на самом деле, сама комбинаторика не является моим изобретением. Математики она присутствует. В математике уже Паскаль хорошо работал с комбинаторикой. Также комбинаторика присутствует в китайской философии не то чтобы как осмысленный метод, но как действительно способ мышления. Например, вы можете ознакомиться с книгой «Перемен». И там вы увидите комбинаторику, в которой все делится на 64 возможных случаев, ситуаций. Мы бросаем кости. Кости выпадает определенная совокупность, в общем-то, единичек таких вот палочек, разорванных или соединенных. В общем-то, да. И получается 64 варианта возможных ситуаций, канонических, с помощью которых можно проводить гадания, решать какие-то политические вопросы. То есть в Китае это было заложено и в философию, и даже в политическую практику, с какой-то стороны. В индийской философии было тоже нечто подобное. Многие вопросы решались комбинаторно. Ну, то есть, например, у нас имеется позиция, согласно которой есть мужчина и женщина. Но индусы пошли дальше. Они, с одной стороны, ну, гермафродиты тоже были, они их тоже вывели, но также они вывели существ бесполых, то есть не имеющих признаков половых ни мужчин, ни женщин. Это прописано в Крамосутре, если не ошибаюсь. Так вот, ну, уже точно не помню где, но это там вроде прописано. В общем-то, там люди накомбинировали все возможные позиции. И это не только в Крамосутре. Кстати, сами позы в Крамосутре, скорее всего, это тоже определенная комбинаторика движений. Ну, если вы придумаете что-то новое, поделитесь, пожалуйста, с индусами, они вам скажут спасибо, накомбинируйте еще больше мнений в данном вопросе. Но мы продолжаем разбираться со стихиями, потому что здесь стихийный вопрос, он самый простой. Ну, то есть применять это, применять это к герменевтике, вот, вот что я предлагаю. Применять это в герменевтике в том числе. И не просто в герменевтике каких-то существующих учений, но и возможных. Потому что из комбинаторики, как мы видим, вот у нас комбинаторика есть. Это то, что существует. Это то, что реально было в истории философии. Мы можем скомбинировать все возможные варианты и посмотреть, что могло бы быть в истории философии. Это уже мы задаем вопрос немного с другой стороны, со стороны возможностей. И здесь мы можем тоже очень много интересно рассуждать, изучать, смотреть закономерности. Какие мнения воплотились, какие не воплотились, какие могли бы воплотиться. И, в общем, комбинаторика тоже своеобразный метод и подход к описанию мнений, и работой с ними довольно богатый, довольно полный, довольно интересный. И это можно распространять не только... Все же Идзин скорее идет снизу, а Порфирий сверху. Так... Но оно не противоречит моей комбинаторике, потому что комбинаторика относится моя к мнениям. У Порфирия было какое-то мнение? Ну, наверное, было. А можно ли разделить его мнение на маленькие элементы? Ну, наверное, можно. Даже это его единое, это какое-то некоторое мнение. Присутствует также мнение, что из этого единого нечто эманирует. Это тоже определенное мнение. Мы можем сказать, что нечто эманирует не из единого, а из двойственного, например. Это тоже было бы мнением, но другим. Мы можем разбирать с помощью таких элементов, подстановок, перестановок. Мы можем многое разбирать, и этой концепции, ну, по-моему, трудно что-то может противоречить. Этой концепции противоречит единственное, что мы не можем собрать все комбинации мнений. Я уже сказал, что только по одному натурфилософскому вопросу, то есть, при том, по одному именно вопросу натурфилософии из многих, натурфилософии много вопросов, но лишь по одному стихиях и силах мы уже получаем 5 квадриллионов позиций. Вы можете представить себе 5 квадриллионов философов. Чтобы, да, сформировать все эти 5 концепций, ну, нужно либо 5 квадриллионов философов, либо чтобы каждый из этих философов сформулировал по несколько таких позиций сразу. Мне интересно, а было ли вообще столько людей вообще в мире когда-нибудь? Ну, не когда-нибудь в один единый момент, а вообще за всю историю существования мира было ли столько разумных существ из земли? Интересно, да? И это только по вопросу натурфилософии. Вот слабое место как раз комбинаторики, вот куда ее колоть можно очень остро. Но, с другой стороны, она справляется с другими важными, насущными для меня лично задачами, как исследователя, поэтому я все-таки не могу ее убрать даже с такими вот проблемами, потому что большинство учений просто не существует и никогда не будет существовать, к сожалению. Но они будут при этом постулироваться как возможные, потому что метод такой. Мы не верим в возможные учения, мы не верим, что они действительно возможны, нет. Но просто они постулируются в рамках данного метода. То же самое с этической комбинаторикой. Этическая комбинаторика, к сожалению, мной не была проработана, ну, потому что я не являюсь профессионалом в этике, и там надо очень много изучать. Я бы хотел, наверное, чтобы кто-то, кто-то разбирающийся в этом, помог мне. Да. Но все равно данная информация лежит практически на поверхности. То есть у нас есть различные грехи или не грехи. Пока я продолжаю рассказ, расскажите, пожалуйста, про социологию знания Маннингейма. Вот это было бы интересно. Я тогда прокомментирую. А социологии тоже все сложно. Как и помню. Так, продолжаем. Именно поэтому можно показать, что этика, допускающая убийство, воровство и запись, не является этикой. Так вот, ладно, сейчас оттолкнемся пока от текста. Ну вот, у нас есть запреты. Запреты это мнение. Запрещено убивать, запрещено, не знаю, воровать, запрещено завидовать, запрещено изменять. Своей, там, жене, например. Во всех ли этических системах все это запрещено? И во всех ли системах это запрещено одинаково? Может ли убийство, как элемент убийства, вообще нельзя никого убивать? Может быть и другой элемент. Можно кого-то убивать. Можно там убивать чужих врагов, представителей не нашей умы, чужих, всех людей, которые не исповедуют нашу религию, например, убивать можно. А тех, кто исповедует, нельзя. Это очень запрещено. Прямо вот вообще нельзя. Нельзя ни в коем случае. Вот одно такое мнение. Просто убийство никого не убивает другое мнение. Воровство запрещено, не запрещено, тоже по-разному бывает. Может быть запрещено, может быть не запрещено. Ну, например, в обществе, в котором нет частной и даже личной собственности, воровство существовать просто не может. Просто по определению воровства не может быть. Ну, это как пример. Это теоретический такой пример. Мы можем вообразить себе общество, в котором не существует частной и личной собственности. То есть у людей, людям не принадлежат предметы. В этом смысле просто воровать невозможно. Все. То же самое с завистью. Может ли зависть трактоваться хорошо или плохо? Да. То есть мы встречаемся с разными этическими системами, в которых то допускаются убийства, то не допускаются, то убийства даже становятся нормой, как, например, у военных классов, у военных сословий убийство обычно становится некой нормой. Так, сейчас сколько там по времени мы уже беседуем, надо тоже посмотреть, а то мы, кажется, не рассчитываем. О, час 07, поехали. Так. Маннингейм близок к Гусаре и Лукачу. По сути, это скептицизм. Ах, скептицизм. И конструктивизм, где изучается, как конструируются системы, маннингейм, риги, риги и секты, например, как человек входит в эту систему и принимает. Хм. Но из этого, вроде как, из этого делаются такие выводы, как делаю я? Тут тоже такой вопрос. А делается ли, в общем-то, посылка к бесконечной? Ну да, в данном случае комбинаторика, она... Именно этот метод, который я использую, он как раз, да, вне человека находится. Действительно, комбинаторика просто на базе всех возможных элементов. Можно накомбинировать все, что угодно, но при этом эту комбинаторику, как абстрактный метод, можно помещать в некоторые условия и изучать уже человеческие отношения. И как это проявляется у людей? Ну, например... Понимаете, в чем дело? Я в том числе и не релятивист. Я допускаю плюралистические возможные концепции, но это немножко по-другому. Это не релятивистично. И причем, кстати, маннингейм, я его почитаю, я его хотел бы почитать, мне интересно то, что вы написали. А конструктивизм — это хорошо. Это, ну, это не скептицизм все еще, но это интересно. Это хорошо, это близко к скептицизму. Где изучаются, как конструируются системы? Опять же, важно понимать, что я не продвигаю только эту концепцию. Я продвигаю сразу совокупность больневских методов, направленных на уникальный предмет исследования. А вы трактуете очень часто мнение, вы притягиваете нарративы к мнению, религии к мнению. Да, в том числе они тоже мнение, но сложнее. Делали из него социальный конструктивизм. Ну, интересно. Социальный конструктивизм, и с этим надо мне ознакомиться, я полагаю. Очень-очень интересно. Продолжаем рассуждение. Но все равно я вижу уже сразу несколько расхождений. Ну, как минимум, сам конструктивизм мне уже не близок. Эстетическая комбинаторика, то же самое там происходит. Комбинаторика может быть полной и неполной. То есть мы можем до конца пытаться все возможные концепции из данных элементов раскрыть. А можем делать неполные раскрытия и на базе этого чего-то, что-то, в общем-то, изучать. Продолжаем. Сложные формы комбинаторики, тем более, ну, вы как видите, я распространяю все это, ну, вот, абсолютно на все. Не только на системы мнений вроде религии, секты, науки. В том числе, ну, вот, вы хотите покушать? Хотите покушать. Это тоже уже комбинаторику можно здесь включать и изучать с помощью нее. Сложные формы комбинаторики также доступны. Да. В чем преимущество данного метода? Мы можем предсказывать возможные учения. Возможности бывают нескольких уровней в данном случае. Существовавшие, но не открытые. Ну, то есть, когда-то в Древней Греции существовал человек, который предполагал, что мир состоит из, не знаю, огня, воды и вина, допустим. Но, к сожалению, он не стал достаточно популярным и не написал текстов или умер до того, как их написал, и о нем никто просто не услышал. Такое мнение, может быть, когда-то существовало. И в этом смысле философская комбинаторика может открыть это мнение как одно из возможных. Причем посмотреть вероятность, ну, приблизительную вероятность существования, возникновения того или иного мнения, возможности. То есть, могло ли быть такое мнение, и оно могло быть при этом неоткрытым. Мы можем ставить вопрос таким образом, исходя из философской комбинаторики. Также мнения могут быть никогда не существовавшими. То есть, два типа возможности. Возможность как неоткрытость, отсутствие нашего знания о том, что существовало раньше. Это всегда нужно учитывать. Потому что мнений всегда было больше, чем мы знаем. Это абсолютно. Мы даже сейчас, представители всех истории философии, ну, не знают большей части того, что существовало действительно. Ну, потому что многие люди просто не тяготели высказывать свои позиции, не желали проявлять, в общем-то, себя как так или иначе в обществе. Может быть, их остановились аскетами. Может быть, как Сократы, не желали писать тексты. Но при этом Сократ стал очень популярен ввиду некоторых событий, происшествий в его жизни. А другие, многие мыслители, не стали популярными, потому что они не написали тексты, не собрали учеников. Ну, это просто такой житейский критерий, по которому человек просто не смог стать философом известным, потому что так получилось. Просто так получилось. Случайность, не случайность, неизвестно. Но мнений, скорее всего, было больше. И мы можем пытаться их раскрыть. Других методов, пытающихся раскрыть мнения, ну, по-моему, я никогда и не видел подходов. А при том, мнения существуют и никогда не существовавшими. Могут быть никогда не существовавшими. И, в принципе, узнать мнения, которые никогда не существовало, ну, а почему бы и нет. Это может быть полезно. Для изучения мнений, для доксологии, а не для доксографии. Это может быть очень полезно, очень интересно и очень поучительно. В том числе, скептик может комбинировать бесконечное число мнений и выставлять их в виде, как бы, некоторых своих наработок. Почему бы тоже и нет. Так, разработка новых учений на основании комбинаторики. Ну, вот, соответственно, это можно делать. И практика выхода в бесконечность, потому что мнений неограниченное количество. Условно говоря, ну, ничто не ограничивает мнение. У нас есть 5 квадриллионов мнений о натурфилософии, о стихиях, но мы можем прибавить буквально еще один элемент, и их количество пропорционально увеличится во много раз. А можно ли добавить еще один элемент, чтобы увеличить количество еще во много раз? Можно. А можно ли добавить еще силу? Конечно, можно. А можно ли захватить другой аспект и еще комбинировать и так до бесконечности? Вероятно, можно. Ну, можно было бы, если бы у нас были физические возможности это делать. Вообще, в принципе. Следующий способ, в общем-то, с помощью которого мы можем подходить к мнению, это антология мнений. То есть, мнение рассматривается как определенное бытие, как форма существования человека. Это уже, да, экзистенциальный аспект. Я здесь соглашусь, что здесь есть отсылка и к Хайдеггеру, и к экзистенциалистам, и ко многим другим. Так вот, такой подход мы также можем исследовать, исповедовать и с ним работать. Изучать мнение с разных сторон. Мнение и человек, как связка проявляется, как человек существует в мнении, как проявляет себя в мнении. В общем-то, да, это очень интересно. Мифы мнения, как человек существует в мифе. И как миф, в общем-то, позволяет человеку существовать в себе. Это тоже часто разбирается, в том числе Лосевым и многими другими мыслителями, исследователями. Это тоже крайне-крайне интересно. Можем рассматривать мнение как некий живой образ. Опять же, возвращаемся к мнению как живому существу, с одной стороны. Но, с другой стороны, оно здесь оживляется через самого человека и через его бытие. Это тоже интересно и важно. Мнение может и преобразовывать мир. То есть, оно существует ввиду... Оно существует потому, что оно делает существующее преобразование. Такс. Переход гносиологии мнения к антологии. То есть, мнение из гносиологической тематики вполне может перейти в антологическую. Ведь раньше, в принципе... Фуко похоже тоже на комбинаторику. Поиск ключевых оснований, мнениях и пистемах, их противоречия другим основаниям. Ну, комбинаторика, она более свободная. Моя философская комбинаторика, она абсолютно свободна. Она абсолютно свободна от истории понятий. Вообще от истории. Мы историю здесь используем, ну, постольку поскольку. Она не имеет для нас решающего значения. Мы можем исследовать любые мнения. Да. И в этом как раз и является... Это как раз все и является, во-первых, отличительным свойством. Но что не очень, кстати, важно. Но... Фуко действительно историк и археолог в этом смысле. Такой философский историк и археолог. Мы здесь не занимаемся не столько историей и археологией, сколько описания мнений и пониманием, что это такое, какие мнения могли бы быть в возможностях и невозможностях. Здесь история... Ну, как бы история не знает сослагательного наклонения, как обычно говорят. Вот. И получается совершенно другое нечто. Ну, и Башляр чем-то занимался в своей постемологии со взрывами. Ну, еще со стихиями занимался. Но он не очень сильно хорошо их комбинировал, на самом деле. Там у него очень много ограничений. Башляр интересный мыслитель, безусловно. Так, переход от гносеологии к мнению, к кантологии. Давайте раскроем вот этот вопрос. Просто мнение обычно воспринимается как гносеологическая категория. Ну, как и истина, например. Истина... Все, гносеология, мы должны узнать истину. И мнение это как некая противоположность истины, но тоже гносеологическая категория. Мы их переводим здесь. Переводим мнение через гносеологию к кантологии. Теперь мнение это способ бытия, способ существования. У людей свои мнения. Они в них существуют, они в них функционируют. У мнения есть полнота, просто невероятная полнота. У мнения есть различные аспекты, связанные с воспоминанием, с чувственностью, с другими... С воображением, с речью. У мнения множество аспектов, в которых оно проявляет себя. И это, ну, тоже его очень сильно обогащает. И делает его не только гносеологической категорией, но и категорией более богатой и касающейся непосредственно человеческого существования. Ну, то есть, вот как-то так. Быть, значит, мнить. Целая глава этому посвящена. Ну, как-то так и получается в контексте данного подхода к исследованию мнений. Также, возможно, доксология времени. Наверное, доксология пространства нет. Вера и знания, как форма мнения, рассматриваются. Ну, тоже вполне так себе ожидаемо. Это уже вне контекста того, какие подходы к исследованию мнений могут быть. Здесь мы просто уже рассматриваем такую тему. Многогранный подход к исследованию мнений. Ну, то есть, доксологический плюрализм. Вот к чему, в общем-то, все и шло. Доксологический плюрализм подразумевает в себе возможность включения всевозможных методов. Философия, ну, философия в целом, сама и получается плюралистичной. И в данном случае я, как мыслитель, и я, как, в общем-то, ортодоксолог, пытаюсь стать этой самой философией в каком-то смысле. Включить в себя весь плюрализм, если это было бы возможно. И также включить в себя весь плюрализм исследования этих мнений. То есть, не исследовать мнения с одной стороны. Я предложил всего-то три подхода к исследованию мнений, а их может быть значительно больше. Значительно, намного больше. Философия — это необозримое множество концепций. Они могут умножаться, проявляться в разных вариациях, становиться новыми, обновляться, увеличиваться. И это всё замечательно, это всё прекрасно, это всё стоит исследовать, принимать и понимать. Из этого произрастает многогранное развитие личности. Доксолог трактуется как метафора некого многогранного зеркала. Мнения непосредственно могут умножаться в ортодоксологии. То есть, мы исследуем не только существующие мнения, но и мнения, которые могли бы быть. Что, в принципе, тоже обычно для большинства людей, ну, неважно. Ну, могли бы и могли бы, как бы, плевать на них. Нет, это имеет огромное значение. Просто колоссальное значение имеет то, какие мнения могли бы быть. Их исследовать, умножать и способствовать их умножению в реальности для того, чтобы их ещё больше изучать. И, соответственно, может быть умножение личностей в соответствии с этим. И есть определённая корреляция с книгой, посвящённой... Фух, как я много сказал. Так. Книги, посвящённые непосредственно умножению количества личностей. Тоже это известно. Вседогматичность. Также появляется в моей ортодоксологии концепция вседогматичности. То есть, возможность стать не просто скептиком, то есть, человеком, не имеющим убеждения. А человеком, который имеет все убеждения. Наоборот, все, вообще все мнения могут быть ему доступны. И он может их включить в себя, так или иначе. Посредством некоторых практик и ощутить себя, в общем-то, вседогматичным. Фух, доксология, итог. Здесь мы, в общем, проводим итоги. Но я думаю, я их и сам подвёл в процессе непосредственно нашего с вами разговора на разные вот эти вот темы. Это, по сути, были все выводы. Я попытался кратко это всё сформулировать, но получилось... Получилось не так уж и кратко. В общем, да. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Тот, кто смотрит стрим сейчас в прямом эфире, я к вам ещё вернусь через минуту. Да. А с остальными, со зрителями на YouTube, которые будут смотреть это после, я прощаюсь. Восьмикратно. Прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok